Друзья, похоже между президентом и главным тренером Реала снова возникли проблемы. Зидан желает видеть в команде Поле Погба, но Флорентино Перес не хочет тратить огромную сумму денег на трансфер француза и ведет переговоры с Аяксом по Доне Ван Дебеку. Хотя Зизу намекает на то, что этот футболист ему не нужен. Как теперь все повернется, большой вопрос. Об этом и не только в нашем традиционном обзоре последних новостей. А перед началом просмотра давайте проверим ваши знания футбола. Сможете ли вы ответить на наш небольшой вопрос в комментариях? Родриго переходит в Атлетику Нет, мы ничего не напутали. Речь не о том Родриго, который перебрался из Атлетику в Манчестер-Сити за 70 миллионов. Сейчас матрасники согласовали с Валенсией детали трансфера форварда Родриго. Сумма перехода составит 55 миллионов евро, плюс 5 могут быть выплачены в виде бонусов. Атлетику серьезно укрепляется. Ну а для всех подписчиков канала, наши надежные друзья из OneX предлагают бонус в размере 6500 рублей по промокоду GOL24 при депозите. Широкая линия на любые футбольные чемпионаты. Профессиональный подход к делу и к каждому клиенту. Вся информация в закрепленном комментарии под видео. Лионель Месси попросил Неймара не переходить в Реал. Бразилец с большой вероятностью уйдет из ПСЖ. На это, пожалуй, стоит поставить любые деньги. Ней не попал в заявку на матч с Нимом. Болельщики вывесили баннер. Неймар, убирайся! А его сестра оставила гневное послание в соцсетях. «Какие же вы отвратительные люди, не имеющие ни капли уважения. Вы еще пожалеете об этом и будете просить, чтобы мой брат вернулся в вашу команду. Вы ничего не выиграете без него. Негодяи!» Правда потом удалила этот пост. Парис Инжермен в свою очередь отозвал из магазина всю атрибутику, хоть как-то связанную с Неймаром. Но как после такого оставаться? Сейчас за Нея устроили трансферное дерби Барселона и Реал. Как пишет Марко, Лионель Месси позвонил своему другу и попросил вернуться в Барсу, а не переходить в Реал. К этому мнению бразилец должен прислушаться, но не обязан. Зидан не хочет приобретать Ван Дебека В мадридских СМИ утверждают, Реал вышел из переговоров по Неймару и теперь Парис Инжермен будет пытаться получить с Барселоной 250 миллионов или 106 нулями с включением в сделку Ракитича и Каутиньо. Также Перес отказался приобретать у Манчестера Юнайтед Поле Пагба, что очень не понравилось Зидану. Наставник хочет видеть в команде именно француза, а не Дони Ван Дебека, с которым клуб ведет переговоры. Стоит отметить, что Реал отдал в аренду Валья Дали до украинского вратаря Андрея Лунина. Но самое интересное, что сейчас рассматривается вариант аренды Лукиевича, который, по сообщениям сербских СМИ, не впечатлил Зидана во время предсезонной подготовки. Мастерство менеджмента. Купить игрока за 60 миллионов и тут же его слить. Перешич перешел в Баварию Правда, на правах аренды до конца сезона. Интер получит за Хорвата 5 миллионов евро. Также Бавария хочет арендовать у Барселоны Каутинью, сейчас клубы ведут переговоры. Ну а Интер готовит пару интересных переходов. Во-первых, возможен обмен Мауро Икарди на Эдина Джека с доплатой в 60 миллионов евро со стороны Ромы. Хотя в Италии пишут, Икарди согласовал контракт с Ювентусом на 8 миллионов евро в год. Потому блокирует свой переход в Рому. Сами римляне в данный момент ведут переговоры с Дэйном Ловраном и Миши Бутшуаи. Во-вторых, Интер может подписать Хавбека Латсу Сергея Милинковича Савича, который определенно засиделся в Риме. Цена вопроса 75 миллионов евро. Фалькао уходит из Монако. Об этом Радамель сказал прямо. Мол, клуб не предложил ему продлить контракт. Нынешнее соглашение истекает через год, и теперь он ищет варианты продолжения карьеры. Монако, в свою очередь, нашел ветерану замену. На Лазурный берег прибыл Весамбен Едер. Его трансфер из Севильи обошелся Манигасском в 40 миллионов евро. В обратном направлении за 20 миллионов отправился Ронни Лопеш. Также Монако за 13 шестью нулями подписал Вингера Эвертона Генриан Юкуру. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До новых встреч!